всем привет рад видеть вас на своем канале и сегодня мы будем рисовать вот такого вот классного зайчика это фотография и мы будем рисовать по фотографии схему для вышивки вот такого вот зайчика и я вам сейчас покажу как я это буду делать для начала для начала нам нужно выбрать палитру так открыть палитру так я вот себе сделала это моя личная палитра гамма то есть это все цвета которые есть у меня в наличии которыми я вышиваю и вот я обычно использую их но в принципе можно использовать любые другие это как бы совершенно не принципиально так включаем сетку и начинаем рисовать начиная я обычно с контура прорисовываю контур игрушки он контур картинки и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Итак, мы нарисовали контур. Вот такой вот контур зайчика у нас получился. И сейчас я буду выбирать цвета из палитры, которыми мы будем раскрашивать нашего зайку. Для самого тела мы возьмем, допустим, вот такой теплый цвет. И для тени, для того, чтобы прорисовать тени, попробуем вот такой взять. Но обычно я сначала выбираю цвета, и потом, когда уже закрашу картинку, я смотрю, что получилось, и могу иногда подправить. Ну, выбрать какие-то другие цвета или добавить новые. Ну, пока вот на глаз выберем такие цвета, посмотрим, как они будут смотреться. И для вот ушек лапок мы возьмем вот такой вот розовый цвет. Вот я вот тут уже выбирала. Такой. Вот пока сейчас я добавлю несколько. Потом какие-то я могу удалить, если вдруг мне не понравится. И так, для носика сейчас выберем вот такой. Поскольку у нас все цвета достаточно теплые, то есть оттенки теплые, то я стараюсь выбирать для всех деталей тоже такие теплые оттенки. Ну, стараюсь. Так, и бантик. Ну, бантик я, честно говоря, бы сделала контрастный, более отличающийся по цвету. Поскольку это у нас не сшитая игрушка, как вот на фотографии, это все-таки у нас вышивка. И я бы бантик сделала немножечко другой. Какой? Вот сейчас нужно подумать, какого бы цвета сделать бантик. Ну, например, можно вот красный, ну, красный, не знаю, как. Так вот синий можно сделать бантик. Или вот какой-нибудь лилового цвета. Ну, попробуем сейчас, давайте пока добавим. То есть можно сделать или лиловый, или вот какой-нибудь вот синий бантик. Ну, посмотрим. Давайте сейчас пока начнем рисовать самого зайчика. И ближе к концу мы посмотрим на самого зайчика и определимся с цветом его бантика. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, я заполнила основными цветами нашего зайку. Ну, пока, конечно, он такой не очень приглядный. Но вот это такие как бы базовые цвета. Я заполняю обычно мою картинку так вот на глаз, да, примерно. И вот после того, как я это сделала, я уже начинаю как бы корректировать, смотреть, где какие крестики явно лишние, топорщатся или наоборот их где-то вот не хватает. То есть я уже начинаю подправлять картинку так, чтобы она выглядела лучше. И затем я накладываю тени. То есть я начинаю более такими темными цветами или более светлыми оттенять, то есть рисовать, прорисовывать тени нашей картинки. Ну и добавлять ей, чтобы добавить ей больше живости и красоты. Красоты. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok 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 какой-то детской одежды. В общем, вот такая детская тематика у нас с вами получилась. Надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Понравился мой зайчик сегодняшний. Если да, поддержите, пожалуйста, меня лайком мои видео, подпиской. Буду очень рада видеть вас всех. Ну, а если вы хотите вышить этого зайчика и хотите получить его схему, то переходите по ссылочке в описании. Я всех вас очень люблю. Спасибо, что вы меня смотрите. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok